Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня очень интересный эфир будет, потому что я получаю очень много сообщений, в самых неожиданных мест. Мне пишут западные банки, интересуются капиталами казахских коррупционеров, в частности, Нурсултана Назарбаева. Мне пишут западные средства массовой информации. Очень много сообщений получают из Казахстана. И многие не очень понимают, каким образом вдруг так получилось, что в ходе следственных действий самого Нурсултана Назарбаева он вышел сам на себя и арестовал, собственно, свое имущество. Как это так получилось? У меня спрашивают, шал совсем сошел с ума? Я в этой связи хотел бы пояснить вообще, как это произошло, как это работает. Но я уже говорил ранее, что Нурсултан Назарбаев относится к своим подставным лицам, как к временным фигурам, которые пока скрывают его имущество. Ну и как бы он что-то им там пообещал, и договорились они в соотношении 50 на 50, вот я возьму частный случай Булатова-Тимуратова. Ну а потом в какой-то момент он решил отобрать у Булатова-Тимуратова все имущество. Ну, конечно же, есть люди, которые эту мысль ему вкладывают в голову, и эта мысль ему нравится, как он же станет еще богаче, и будет не 200 миллиардов долларов, а 300 миллиардов долларов. Ну и известно, что тот шептун, который управляет от имени Нурсултана Назарбаева государством, это Карим Асимов. Ну, конечно же, известно же, опять же, что Карим Асимов является давним врагом Булата-Тимуратова, в свое время человек, который был управляющим делами Назарбаева, управляющим делами президента, был его помощником, ну и его кошельком. Ну и так получилось, что в какой-то момент, в 2009 году, его кошелек Булат-Тимуратов ушел как бы в бизнес и ушел с государственной работой, и начали его раскручивать в журнал Forbes, показывать, что он супермиллиардер, и формировать ему такую легенду, что он бизнесмен, что он имеет большие богатства, талантливый бизнесмен и так далее. А для чего это нужно? Для того, чтобы намечающиеся дополнительно миллиарды долларов можно было прятать в западных банках, и западные банки не задавали вопроса, откуда это у тебя такие деньжищи, миллиарды долларов, как же так? Поэтому Назарбаев в связи с тем, что не может свои деньги украдены держать в западных банках открыто, он сформировал группу подставных лиц, как, например, Булат-Утимуратов, Тимур Кулебаев, его зять, его дочь Нинара Кулебаева. Ну и таких лиц у него немало. Вот Машкевич известная группа Евразийская тройка. Вот теперь он хочет отобрать их имущество и деньги себе. Не просто отобрать, а под ноль, раздеть, что называется. Ну ясно, что его подельники держат деньги на западе, имущество на западе, поэтому даже если он арестует Булата Назарбаева и будет пытаться за стенках, и тот скажет, да, отдайте все, лишь бы он сохранил свою жизнь, но Назарбаев полагает, что какую-то часть, тем не менее, он спрячет где-нибудь на подставных лицах, и поэтому, собственно, вот была идея, чтобы решением западного суда, английского суда, арестовать все активы на западе, а руки Назарбаева до этого, ну он не может сам самостоятельно, Казахстан, такое решение принять, только западные суды. Арестовывает решение западных судов это имущество, потом это имущество по каким-то обвинениям уезжает на компанию, которая контролирует Назарбаев, и все, человек там арестован, убит, или сидит в тюрьме, семья разорена, ну и все активы уезжают Назарбаев. Вот такая операция была задумана Каримом Асимовым, который услужливо принес ему эту идею, а давайте мы разденем окончательно Булата у Тимуратова, ну а тот спрашивает, а как, ну давайте его обвиним в связи с Мухтаром Аблязовым, что он укрывает деньги Мухтара Аблязова, и поставим атакующую сторону, которую подает иски на западе, БТА Банк. Ну это одно название осталось, компания в любом случае, потому что банку уже нет лицензии. И тогда БТА Банк приходит в английский суд, получает решение арестовать активы Булата у Тимуратова, потому что якобы там деньги БТА Банка. И вот, ура, его здорово, 13 ноября, день рождения Булата у Тимуратова, адвокаты БТА Банка появляются в английском суде в Лондоне, и получают решение о замораживании активов, тайное. Представляете, какое иезуитское решение, такое вот, в день рождения Булата у Тимуратова, такой ему подарок. Он в это время празднует, приглашает друзей, а Карим Масимов сидит, шевелит усами, радуется, говорит, да, Булат, ты радуйся, скоро ты увидишь, мы тебя здесь похороним. И вот, буквально через неделю, Булата у Тимуратова сажают под домашний арест, и говорят, а что же ты прятал деньги Мухтара Блязова? Конечно, тот говорит, да вы что, я что, камикадзе? Я вообще к нему отношения не имею. Но, как известно, в журнале Forbes описано состояние Булата у Тимурата в районе трех миллиардов долларов, а на его счетах провели оценку и обнаружили деньги на сумму более пяти миллиардов долларов. Спрашивается, а где деньги? Откуда он взял? Сразу выстраивается обвинение, что эти деньги он хранил в пользу Мухтара Блязова. И, конечно же, под это дело выстраиваются документы, фальшивые документы платежные, фальшивые банковские переводы и так далее. Но вы спросите, а как? Английский суд не мог в этом разобраться, английские адвокаты. Ну, как я говорил ранее, что Булат у Тимуратов фактически не в состоянии будет защищаться, его изолирует. Вы его не видите же на пресс-конференциях, в городе где-то, нигде его не видно. А если бы он хотел себя показать, он прям вышел бы прямой эфир, сказал бы, вот он я. Но он этого не делает, и телевидение его наше не показывает. Но, таким образом, Булат у Тимуратов не может себя защищать. Ну, и они полагают, что Мухтар Аблязов в английском суде не хочет участвовать, потому что он не воспринимает. То правосудие, которое использовал Нурсултан Назарбаев в свою пользу. Путем лобби, бывший премьер-министр Томми Блэр работал на Назарбаева, его старший брат принимал решение по аресту моих активов, Уильям Блэр. И, конечно, я очень негативно отношусь, откровенно скажу, английскому правосудию, которая недавно признала, что собственность дороги Назарбаева на территории Англии является легальной собственностью, при этом Генеральная прокуратура Казахстана, что называется, на голубом глазу, подтвердила, что да, Дарига Назарбаева была шикарный бизнесмен, и вот она это заработала, все легальные деньги. И вот теперь Генеральная прокуратура Казахстана поддерживает этот иск с поддельными документами, но отличная возможность, и с учетом того, что Назарбаев не знает английский язык, и он не понимает, что там происходит в английском суде, конечно же, Карим Масимов разыграл свою игру. Он вписывает, что Назарбаев это коррупционер, что Булат Утимуратов держал активы в пользу Назарбаева, и таким образом происходит еще параллельный арест всех активов Булата Утимуратова. Как мы можем этим воспользоваться? Вообще, просто уникальная ситуация, действительно уникальная ситуация. У меня спрашивает, а почему вы можете теперь допрашивать Булата Утимуратова в английском суде? Мои адвокаты могут пойти и допросить. И очень просто. В связи с тем, что я являюсь тоже ответчиком в этом суде, то есть обвиняет БТА Банк, что Булату Утимуратов якобы скрывал деньги и активы Муфтара Блязова. То есть я ответчик. Соответственно, если я ответчик, я, соответственно, получаю доступ к материалам дела. А что дают материалы дела? Дает перечень имущества гигантских активов, которые прямо оформлены на Булате Утимуратове. Но мы-то все знаем, тем более в иске написано, что он является подставным собственником Нурсултана Назарбаева. Ну и делаем простой вывод. Английский суд арестовал имущество Назарбаева. Я вчера опубликовал большое количество банков, которых держатся деньги Булата Утимуратова в пользу Назарбаева. Там большое количество банков. Но вы представляете, это же все прозрачно. Приходили деньги на счета в этих банках. Они двигались. Они двигались между окружением Назарбаева. Вы же понимаете, окружение Назарбаева между собой общается, переводит друг к другу деньги. То есть фактически это большая паутина, которая так или иначе между собой встречается и проводит разные транзакции. Таким образом, мы в результате того, что накрыли Булата Утимуратова, получили доступ теперь ко всем транзакциям, которые были проведены через счета Булата Утимуратова. Мы теперь знаем о гигантских активах. Притом, хотя говорится, что их рыночная стоимость около 5 миллиардов долларов, я сейчас покажу, что это не так. Итак, я как ответчик имею право задавать вопросы Булату Утимуратову. Он же говорит, что эти деньги, не он точнее, а Карим Асимов, что эти деньги часть он держал в мою пользу. Хорошо, окей. Тогда я как ответчик задаю вопросы Булату Утимуратову. Булат, ну-ка расскажи о происхождении твоих денег. Ну, например, возьмем какое-нибудь предприятие золоторудное месторождение, например, Васильковский, ГОК, одно из крупнейших месторождений золота. Около 500 тонн золота. Это разведанных, а в реальности, чтобы вы понимали, его запасы должны быть еще больше. И вот самое крупное месторождение золота каким-то образом попало в руки Булатова-Тимуратова. А он в это время был государственным служащим. Каким образом самое крупное месторождение не только Казахстана, одно из крупнейших в мире попадает в руки чиновника, помощника Нурсултана Назарбаева. И как затем это крупнейшее месторождение попадает в руки одной из крупных мировых компаний Глинкор, и затем Булат Утимуратов становится собственником части пакета акций компании Глинкор. То есть он это должен доказать. Я должен убедиться, что эти деньги действительно его, действительно он эти деньги заработал легальным путем. Не забывайте, что Булат Утимуратов был простым директором универмага столичный в Алма-Ате по Гоголя. конечно, универсалм большой, или универмаг, точнее говоря. Но мне вот интересно, как Булат Утимуратов, работая на государственном службе, имея только заработную плату, стал владельцем гигантов крупнейшего золотого месторождения, стал владельцем предприятия Кассын, на котором работало порядка 70 тысяч человек, на котором живут фактически города Усть-Камегорск, Зырьяновск, Ридр, там ряд городов. Представляете, это градообразующее предприятие. Как на зарплату директора столичного универмага государственный служащий Булат Утимуратов умудрился стать одним из богатейших людей в мире? Вот такой будет вопрос. И интересно, кстати говоря, говоря о моих активах, Булат Утимуратов присвоил, например, мой банк Тимирбанк. Я был владельцем как БТА банка, так Тимирбанка. Ну, а если сейчас список активов сегодня посмотреть, Форта Банк, то видно, что Форта Банк вырос за счет того, что приобрел Тимирбанк. Это мой Тимирбанк был в числе пяти крупнейших банков Казахстана. И он сейчас оказался в собственности у Булата Утимуратова и Назарбаева, скажу так. Конечно же, в каком-то смысле Карим Масимов прав. Ну, я не думал, что мой Тимирбанк, который у меня украли, конфисковали, что Булат Утимуратов оказывается держит мою пользу. Я знаю, что он держит в пользу Назарбаева, но вот из решения суда становится интересно, и у меня появляется вывод, оказывается, Тимирбанк-то он держал не в пользу Назарбаева, украв у меня, а пользу Назарбаева же он держал, а тут можно сказать, что он в мою пользу держал. Понимаете? Вот. То есть, я таких вопросов задам ему много, и он должен доказать, что эти деньги у него легальные, что он приобрел законно, что правительство ему ничего не подарило, потому что Назарбаев не имеет никакого к этому отношения, и интересная вещь, вот такой как актив, как АТФ-банк. АТФ-банк был продан в ноябре 2007 года за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Между прочим, этот банк приобрел итальянский банк. Итальянский банк, один из ведущих банков Италии, ну и в Италии есть такая информация, что там открыты возбуждены уголовные дела. то есть итальянцы удивляются, как можно было приобрести банк за 2 миллиарда 100 миллионов долларов, а и через какое-то короткое время продать снова же окружение Назарбаева Есимову, его зятью за порядка 500 миллионов долларов. То есть полтора миллиарда долларов убытков. А почему? Итальянцы себе задали такой вопрос. Ну, например, всем известно, что итальянская нефтяная компания Эни работала в Казахстане, в нефтегазовом секторе, и были большие проблемы. Большие проблемы у этой компании, которая работала оператором на крупнейших нефтяных месторождениях в Казахстане, и прессе было брошено много информации, что Эни не очень хорошо управляла, и по сути дела Казахстан должен был отстранить Эни с нефтяных контрактов, оштрафовать и так далее. Но у итальянцев, судя по всему, возникает мысль, что это такая косвенная взятка, через покупку за миллиарды долларов такого банка, который на тот момент не стоил этих денег. То есть, там взятка была свыше миллиарда долларов. Но, как известно, Назарбаев требовал у Тимуратова перевести сумму свыше миллиарда на подконтрольные ему счета. В интернете даже были по этому поводу голосовые разговоры у Тимуратова с Назарбаевом. Он у него спрашивает, ты там как, когда переведешь то, что мне положено, а ему было положено от двух миллиардов больше половины, почти миллиард долларов. Я, конечно, об этом знаю, мне сам у Тимуратов об этом говорил, что Назарбаев с ним в доле 50 на 50 в этом банке. И об этом знает большая группа людей, которые тоже имели небольшие доли в АТФ банке и затем вместе с Булатом у Тимуратовым продали, они пригласили на торжество многих бизнесменов и там хвастались, что Назарбаев имеет долю 50 процентов, супер сделка, спасибо Назарбаеву за эту сделку. Ну и как это будет работать? В английском суде я у Булата Тимуратова спрошу, Булат, а помнишь, на том вечере ты хвастался, что Назарбаев с тобой в доле 50 процентов, что супер и там было много людей, которые между прочим в Англии тоже имеют активы разные, недвижимость, счета и так далее, которые тоже присутствовали на этом вечере и вот когда их пригласят в английский суд им будет задан вопрос ну-ка прошу подтвердить что говорит Аблязов это было так, то есть это собственность Назарбаева или все-таки у Тимуратова. Представляете какие удары нанес с Карим Масимов этим иском. Теперь еще дальше очень много фальшивых документов сконструировано в недрах Генеральной прокуратуры. Теперь представьте себе в английском суде безусловно будет доказано что эти документы сфабрикованы что эти документы фальшивые тогда что суд говорит да вы получается злоупотребляете английским правосудием и кто Генеральная прокуратура Казахстана совместно с БТА банком значит все ваши предыдущие иски они тоже были фальшивые значит вам нельзя доверять а в 2010 году например по моим публикациям были арестованы свыше 600 миллион долларов денег Тимура Кулебаева на основании моих публикаций и три года Генеральная прокуратура Казахстана Назарбаев убеждали швейцарскую прокуратуру что у Тимура Кулебаева в легальные деньги и через три года ему удалось эти суммы все-таки разморозить а представляете если Генеральная прокуратура занимается подделкой документов что можно после этого сделать очень просто то агентство которое арестовывало активы Дарьги Назарбаева в Лондоне безусловно должно прийти в суд и сказать смотрите Генеральный прокурор Казахстана заявил что Дарьга бизнесмен что она заработала сотни миллионов долларов и вот эта недвижимость и другие активы которые есть в Англии и которые английский суд признал что они заработаны Дарьгой легитимны и честно это становится неправдой потому что Генеральной прокуратуре Казахстане нельзя верить то есть одним таким своим иском они нанесли удар не только по Нурсултану Назарбаеву но и по Тимуру Кулебаеву по Дарьгей Назарбаевой более того я вам скажу следующее сейчас на меня выходят разные банки западные и просят консультации совета чтобы я пояснил каким образом в их банки попадают деньги казахских коррупционеров они их раньше не сильно идентифицировали ну смотрят журнале Тимур Кулебаев журнал Forbes вроде там бизнесмен и так далее поясните насколько эти деньги действительно легальные вот собственно сейчас этот иск привел к тому что Назарбаев пытаясь укусить у Тимуратова укусил сам себя браво браво Карим и мы рады рады этому событию и я сейчас хочу еще рассказать что мы можем сделать а сделать мы можем многое потому что мне многие задают вопрос а как это поможет нам как наша жизнь изменит и так далее ну мы например можем зная банки в каких странах они находятся обратиться финансовым регулятором контроля который контролирует деятельность этих банков мы говорим что вот в ваших банках обнаружены деньги Булата Тимуратова он же кошелек Нурсултана Назарбаева в связи с тем что это кошелек Нурсултана Назарбаева в связи с тем что Булат Тимуратов ближайший помощник Назарбаева всегда был государственным служащим и все эти деньги коррупционные вам необходимо проверить такие-такие-то сделки задать вопросы которые я вам помогу сформулировать и это будет касаться не только Булату Тимуратова и многих так называемых бизнесменов которые крутятся около Нурсултана Назарбаева как Владимир Ким группа предприятия Казахмыс который добывает медь является восьмой компании мира и очень много будет вопросов задано Глинкору владельцу так называемую владельцу компании Касын который монополист добывает сын в нашей стране и уважаемые друзья мне задают вопрос а зачем вы все это открыто говорите дело в том что вчера вы видели Financial Times опубликовал статью как Тимур Кулебаев пользуясь своим политическим Назарбаева Кулебаева Доригии Назарбаевой они нам дают информацию я им очень благодарен поэтому чтобы вы понимали ваш вклад в поимку средств конфискацию будет огромный будет огромный и более того я обращаюсь к бизнесмену предлагаю объединиться я знаю что вы многие отдали долю своему бизнесе есть смысл нанести удар на западе потому что завтра это приведет потому что вы восстановите весь свой бизнес изгнав из своей доли Нурсултан Назарбаев и членов его семьи я сегодня опубликовал большой список активов только часть когда вы увидели эту часть вы наверное были поражены там гигантские здания аэропорты ну любимый бургер Нурсултан Назарбаева он же все время говорит ну ты там съешь 10 бургеров или там сколько хочешь вот ну потому что он любитель бургеров и вот он владелец я список как раз писал бургер кинг вы чтобы все знали что владеет этим Нурсултан Назарбаев сеть отелей ритц карден банки потом я сейчас хотел бы обратить ваше внимание очень интересный отрасль как золотару отрасль представьте себе что это семья Нурсултан Назарбаев получает монополию на все что есть в наших недрах пользуясь тем что правительство под контролем Нурсултана Назарбаева они подписывают контракты на добычу золота для расплавов меди свинца серебра вот все что у нас под землей лежит на подставные компании которые конеч счете принадлежат им я вам следующее хочу сказать что если вы посмотрите список активов которые часть активов которые я опубликовал говорится что ориентировочная стоимость их около 5 миллиардов долларов у Булата Тимуратова тире Назарбаева на самом деле это не так сумма значительно больше ну во первых вы все должны знать что у Назарбаева собственность минимум на 200 миллиардов долларов и только на Булате у Тимуратове оформлено около 5 миллиардов долларов кажется но давайте мы поймем и разберемся в одном из его активов и сделаем выводы на самом деле сумма стоимость его активов значительно больше ну взять вот такую компанию вы можете заглянуть в фейсбук я сегодня опубликовал список его компаний так называемый global development это компания которая занимается добычей золота и если вы зайдете по этой ссылке вы RG Gold по-моему называется так вот там вы прочитаете что компания образована в 2014 году что она подписала контракт на недропользование с правительством на владение на переработку руды в которой есть золотое содержание так вот там они пишут что запасы порядка 80 тонн чтобы вы знали что такое 80 тонн это порядка 5 миллиардов долларов только одно месторождение а реально запасы там выше то есть даже если 30 процентов отнять на затраты чтобы это излечь в любом случае это минимум 3 с половиной миллиарда долларов то есть вы берете прибавляете к стоимости 5 миллиардов долларов 3 с половиной и чудесным образом стоимость бизнеса Булата Тимуратова Назарбаева становится 8 с половиной миллиардов долларов ну на самом деле вы же понимаете что эта семья контролирует все золото нашей страны только по официальным данным в нашей стране разведанных запасов более двух тысяч тонн если его перевести по текущим ценам в доллары это будет более одного триллиона долларов США представьте себе бюджет нашей страны порядка 25 миллиардов долларов что такое 1 триллион это приблизительно на 40-летний бюджет страны 40-летний то есть 40 лет непрерывно размер вот этих богатств разведанных запас вот приблизительно 40 лет хватает понимаете да и это все сейчас находится под контролем султана Назарбаева потому что он контролирует власть и золото отдается только под контролем им компания сейчас Казахстан добывает около 100 тонн золота вот так незаметно незаметно эта семья прибрала все золото в свои руки около 100 тонн в год экспортируется за пределы страны и сумма составляющая доллар США порядка 6 миллиардов долларов по текущим ценам то есть парить около 4 миллиардов долларов чистой прибыли дает контроль над золотыми месторождениями и эти 4 миллиарда долларов чистыми попадает в карманы семейну султана Назарбаева потому что золотые месторождения контролируют его подставленные лица как Булат Утимуратов Хайрат Сатабалды Булат Назарбаев все доверенные люди или через компанию Глинкор через кассы чтобы вы понимали что такое 4 миллиарда 4 миллиарда это годовой бюджет приблизительно трех городов как Алматы то есть приблизительно 6 миллионов человек можно содержать только за счет деятельности этих золоторудных компаний 3 города как Алматы 6 миллионов человек минимум вы понимаете масштаб того что мимо вас проходит а мы здесь говорим дайте пожалуйста 42 500 тенге так здесь только одна отрасль им приносит в год порядка 4 4 миллиардов долларов представьте себе одна отрасль они владеют и ферросплавом и цинком алюминием всем сырьем который производит Казахстан и вот благодаря умелым в кавычках действием Карима Масимова мы сегодня получили клондайк у меня же часто спрашивают когда мы добьемся смены режима откуда мы возьмем деньги вы рассказываете о проектах повышение заработной платы учителям врачам везде удваивается или утраивается откуда тот у меня спрашивает вот она откуда я вам просто разворачиваю показываю сейчас все это утекает мимо бюджета страны в карманы этой семейки как только они будут отстранены от власти бюджет страны удвоится в минимум два раза минимум более того взять даже золото только разведанные запасы более 2000 тонн минимум то есть Казахстан входит число лидеров в мире по запасам золота вдумайтесь лидеров в мире не просто там где-то там соседних соседними странами сравниваются в мире вот представьте себе если бы этой монополии на золото не было то десятки собственников разрабатывали это золото продавали бы на экспорт по всему миру и страна получала бы налоги за то что дает право пользоваться этим месторождением разным компаниям и наш бюджет просто бы резко бы вырос в размере а сейчас получается они даже эти куски проглотить не могут это же этим месторождением надо управлять строить заводы ну а количество собственников Нурсултана Назарбаева же ограничено поэтому у нас гигантские запасы разных металлов просто не осваивается потому что не допускаются другие бизнесмены они под контролем семьи Назарбаева поэтому когда вот эта короста будет снята сверху у нас произойдет просто бум во всех сферах жизни в бизнесе в строительстве где угодно просто будет взлет потому что они все контролируют все зажали не дают дышать никому только они контролируют они жируют поэтому нам нужно радоваться что вот Карим Асимов нанес удар по Булату Тимуратову между прочим по приказу Нурсултана Назарбаева вследствие его ненасытной жадности вам наверное это трудно понять человек владеет гигантскими богатствами тем не менее ударил по ближайшему сподвижнику да это так это так и это сделано руками Карима Масимова этого известного двоечника который работал дважды премьер-министром все разваливал говорил о каких-то 30 корпоративных лидеров разные промышленности их нет халыбанки он развалил все и его рука вот тронула судебную систему Англии и тоже поразила в обратную сторону кого Нурсултана Назарбаева Браво Карим я буду регулярно описывать эту ситуацию буду рассказывать буду теперь каждый день публиковать списки активов новые активы пояснять что за собственность что вы понимали теперь под нашим прицелом и еще я хотел бы обратиться к тем людям которые владеют информацией об этих активах список активов я публикую пожалуйста присылайте больше информации я обращаюсь к тем кто живет за рубежом имеет бизнес и они хотели бы вернуться в свою страну помочь развиться нашему государству подключайтесь к этой борьбе подключайтесь мы должны сделать все это публичным открытым бороться мы должны все вместе объединивши везде как внутри Казахстана так и за пределами Казахстана я уверен что именно так мы сломаем этот режим Алга Казахстан